Друзья, всем привет! Сегодня сделаем пару самоделок из пластикового ведра. И для начала берем вот такое ведро. Это ведро на 5 литров. Сегодня это будет основа для двух простых самоделок. Оно уже непригодно для использования, потому что его случайно уронили и на дне образовалась вот такая дырка. Для первой самоделки также понадобится кусок фанеры. У меня вот такая, на 20 мм. Также пару дощечек и мебельные салазки ящика шкафа. Для начала, отступив от дна ведра, примерно 5-6 см, сделаем разметку по кругу. Я использовал колпачок от баллончика с краской для этой задачи. И теперь по разметке разрезаю ножом. Донышко пока убираем в сторону. Оно нам пригодится для второй самоделки. Следующий этап это подготовка куска фанеры. У меня он не очень прямоугольной формы, поэтому размечу и приведу его в более-менее прямоугольный вид. Далее располагаю верхнюю часть ведра по центру прямоугольника и ввожу карандашом. Теперь задача состоит в том, чтобы вырезать это отверстие. Я взял фрезер с плазовой фрезой и в несколько этапов, постепенно углубляя его, вырезал окружность. После этого, раз уж достал фрезер, то прошелся по всем граням кромочной фрезой. Далее приведу в порядок вот эти две дощечки. Отторцую их на торцовочной пиле. А далее подшлифую шлифмашинкой, чтобы не было заусенцев. К фанере прикручиваю направляющие от ящиков по меньшим сторонам. Ответные части направляющих прикручиваю к дощечкам. Первую дощечку с направляющей прикручиваю под верстаком в произвольном месте. Я выбрал вплотную к ребру жесткости, чтобы в него можно было вкрутить саморезы. А вторую часть надо расположить на расстоянии длины нашей фанеры. Прикручивать буду через поверхность верстака с предварительным сверлением и зиньковкой отверстий. А затем прикручиваю все четырьмя саморезами. Далее устанавливаем фанеру с вырезанным кругом. Как ящик. Только это не ящик. Сейчас все покажу. В эту вырезанную окружность, кстати, вставляется ведро с отрезанным дном. Странная конструкция, правда? Но вот для чего все это. Вытаскиваем ведро, берем пустой мусорный пакет, продеваем его снизу и фиксируем ведром. И вот такая интересная урна под столом у нас получается. После рабочего процесса выдвинули фанерку и смели мусор в урну. Обратно задвинули и она уже не мешается. Аккуратно спрятана под верстаком. Классная идея, на мой взгляд. А мусорный пакет также легко убирается. А теперь давайте вернемся к нижней части ведра и сделаем вторую самоделку. Я сделал разметку ровно по центру. Она, кстати, оказалась лишней. Потом я взял коронку по дереву и в нижней части проделал отверстие. Далее нашел вот такой уголок от 40 канализационной трубы и разметил по кругу. Понадобится только вот такой кусок с верхней частью. Это я и отрезаю. В этот кусок вставляю резиновую муфту. Переход на 32 трубу. И с помощью цианокрилатного клея вклеиваю в отверстие в дне ведра. Готово. Сейчас хотел уже сделать рез по линии, которую я начертил в начале, но передумал. Попробую немного сделать по-другому. Задача состоит в том, чтобы расширить вот это отверстие, сделать его ровнее. Воспользуюсь коронкой без сверла. Вот примерно что-то получилось. Теперь я беру пылесос, надеваю на него резиновую муфту и устанавливаю в канализационную трубу. Точнее в то, что от нее осталось. Как думаете, для чего эта самоделка? Также по кромке обрезанной части ведра я решил наклеить вот такой серый скотч. Ну и собственно самоделка готова. Показываю для чего она. Допустим, нам предстоит сделать отверстие в стене дома. Особенно это касается бетонных или пеноблочных стен. Пыли при сверлении даже маленького отверстия образуется большая куча и жена потом ругается. А вот с помощью такой приспособы проблем уже не возникнет. Самоделка присасывается к стене с помощью пылесоса и хорошо держится. Вся пыль, соответственно, попадает сразу в пылесос. А разметка будущего отверстия хорошо видна и легко можно приступать к работе. Друзья, вот таких пару самоделок получилось сделать из пластикового ведра, которое по прямому назначению уже было не годно. Надеюсь, вам понравилось это видео. И если это так, то ставьте лайк и пишите в комментариях, какая самоделка понравилась больше. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.